Много смартфонов хороших и разных, и не просто выбрать нужный, и особенно учитывая нынешний курс рубля. Но с другой стороны, технология не стоит на месте, поэтому за относительно маленькую цену можно выбрать и купить хороший смартфон. И многие выбирают китайские бренды, а кто-то это делает принципиально. И что плохого в слове «Китай»? Да ровным счетом ничего. Именно поэтому мы смотрим сегодня на китайские смартфоны и выбираем лучшие из них. Начнем с недооцененного в России смартфона ZOOC Z2. Это китаец, детище компании Lenovo, но с иным представлением о дизайне и оболочке. В России он, в отличие от первой модели, не продается, а жаль. Это крайне хорошее продолжение серии. Телефон работает на собственной оболочке ZUI. Это нечистый Android, даже не близко, но почему-то подход в создании напоминает материал-дизайн. Оболочка будет действительно удобной для фанатов настоящего Android. Второй важный момент — топовое железо за относительно низкую цену. Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и 64 встроенной. Пятидюймовый экран с Full HD разрешением и IPS-матрицей вопросов особых не вызывает. Это вполне хороший дисплей. Ну и автономность — 3500 мАч. Позволяет вытягивать из телефона до двух дней без подзарядки. Какие минусы? Не самый лучший дизайн, нет слота для microSD, пластиковая рамка вокруг, а не металлическая, очень средняя камера, ну и конечно никакой поддержки в России. Разбили заднюю панель, а это стекло, и ищи сервис по замене. И ведь вряд ли найдёшь. Зато это чуть ли не единственный бюджетник с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, с Type-C и со сканером отпечатка пальцев. Кстати, ZOOC Z2 продаётся ещё и в Pro-версии, где уже экран на 5,2 дюйма, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 встроенной. Стоимость в России Z2 можно найти за примерно 15 тысяч, а модель Pro от 20. Идём дальше, 5,5-дюймовый Meizu M3 Note. Вы законно спросите, почему не M5 Note? На деле это два очень похожих устройства, поэтому и дешевле, наверное, проще к покупке рассматривать старую версию, так как в новой ничего толком не изменилось. Что такое M3 Note? Это отличная для своей цены IPS-матрица с Full HD разрешением. Это металлический корпус, как мне кажется, с очень достойным дизайном и, что самое главное, узнаваемым. Если видишь что-то подобное, сразу понимаешь, это точно Meizu. И за китайскими брендами такое наблюдать часто не приходится. 2,5D-стекло с единственной кнопкой на лицевой панели также выделяют смартфон. В общем, внешне это действительно эталон. Куда хуже дела обстоят с железом. Внутри стоит не самый мощный Mediatek Helio P10, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 встроенной. То есть, нет, M3 Note это не про тяжелые игры. Это не танки на максималках, об этом можно забыть. Но, как это бывает у Meizu, телефон работает не просто хорошо, а действительно быстро. Как у них получается провести такую оптимизацию софта при таком железе — загадка. Что касается камеры, то она, как и у ZOOC Z2, тоже довольно слабая. Но для середняка снимает неплохо. Ну и, конечно, автономность. Батарея на 4100 мАч позволяет вытянуть пару суток работы при умеренном использовании. Официальная стоимость M3 Note в России — 15 и 17 тысяч рублей в зависимости от памяти. Второй вариант от Meizu тоже есть. Для тех, кому нужно поменьше — M3s Mini. Это 5-дюймовый смартфон всего за 12 тысяч рублей. Как и у Note, здесь металлический корпус, стекло 2.5D, сканер отпечатка пальцев M-Touch 2.1. Такая же камера и подобное железо. Только процессор чуть слабее Mediatek MT6750. Есть и разъём для microSD. Что не радует? Дисплей с разрешением 720p не радует. И яркости на сильном солнце не всегда хватает. Это серьёзная претензия, но, по сути, единственная. С другой стороны, это ультрабюджетный смартфон. О чём тут речь? Оба устройства от Meizu работают на Flyme 5-й версии, и оба вскоре получат обновление до шестёрки. Для понимания, Flyme 6 получит все устройства последних лет, включая M1 Note. Продолжаем. Неофициально продающийся хит 2016 года — OnePlus 3. Его называют «убийцей флагманов», но оно и понятно. Телефон с шестью гигабайтами оперативной памяти со Snapdragon 820 или 821 в случае с версией 3T стоит всего 25-30 тысяч рублей. Что можно взять за эту сумму с подобным железом, да с чистым Android? Да ничего другого и не возьмёшь. Кроме того, OnePlus 3 имеет неплохой дизайн, отличную сборку и качественную AMOLED-матрицу на 5,5 дюймов с разрешением Full HD, хотя и AMOLED для кого-то не будет плюсом. Да, сзади телефон напоминает HTC, а спереди это на 99% Meizu. Но по итогу он очень хорош. Единственный, если можно так сказать, слабый момент — это камера. Если мы говорим про устройство как про флагман, то до уровня топовых она не дотягивает. Кроме того, у смартфона есть свои фишки. Как можно не упомянуть рычажок для переключения режима. То, к чему привыкли все владельцы iPhone, теперь есть и у пользователей OnePlus. И поверьте, многих это заставляет оставаться с этой компанией. Настала очередь Xiaomi, и это Redmi Note 4. Очень популярны в России стали устройства от компании Xiaomi, но их флагманы Mi 5s и Mi 5s Plus советовать не придётся, так как эти два аппарата и флагманами стыдно называть. OnePlus 3 — флагман, а Mi 5s — нет. А вот бюджетники у Xiaomi хорошие. Redmi Note 4 получил 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p, процессор Mediatek Helio X20 или Snapdragon 625 в индийской версии аппарата, который называют Note 4X, а также 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 64 ГБ встроенной памяти. Есть и разъём для microSD. Максимальная версия стоит в России около 15 000 рублей и не имеет гарантии, естественно, так как официально пока ещё не продаётся. Второй Xiaomi, о котором мы говорим, называется Redmi 4 Prime. Это уменьшенный Note, но существует только в одном варианте — процессор Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Есть, конечно, и «обычная» версия Redmi 4, но это уже совсем другой телефон. У него вместо Full HD разрешение уже HD, процессор Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной. А ещё две версии отличаются внешне. У Prime вспышка слева, а у обычного Redmi 4 — справа. Телефон получил батарею на 4100 мАч и способен проработать два дня. Это безусловный плюс этого смартфона. Стоимость Prime-версии в России в среднем около 14 000. В целом Xiaomi делают хорошие бюджетные устройства, но гвоздём преткновения может стать именно система. MIUI — это сильно на любителя, в отличие даже от той же FlymeOS. И здесь, скорее, человек выбирает либо Xiaomi намеренно, либо просто проходит мимо. Так как ловить постоянные глюки, тестировать прошивки, ядра, иметь не до конца переведённую систему, ждать глобальную версию — нужно, в общем, это любить. Некий садомазохизм. Всю работу Xiaomi можно описать так. Отличное железо для своей цены и никчёмный софт. Хотя MIUI 8 стала сильно лучше седьмой версии. Но практически все болячки остались на месте. И ещё одно. Redmi 4 Prime и Redmi Note 4 получили не самую лучшую камеру даже в рамках бюджетного смартфона. Хороший результат иногда бывает, а с прямыми руками даже чаще обычного. Но камера крайне задумчивая и это не радует. В целом количество плюсов и минусов равное, но что минусы, что и плюсы весомые. Отличная батарея, отличная сборка, хороший дисплей, с другой стороны очень посредственная камера, никаких гарантий, частый брак и все эти напильники с прошивками. На этом можно заканчивать. Да, есть и другие китайцы, тот же Leica, Nubia, Yumi и так далее. Но в наш рейтинг попали действительно проверенные, любимые и некоторые недооцененные аппараты. Все это субъективно, безусловно. И пора подводить итоги. Лучшим выбором среди китайцев до 30000 это однозначно OnePlus 3 или 3T, это во всех смыслах флагман. Да, камера не уровень Google Pixel или iPhone 7. Да, звук не дотягивает до Meizu Pro 6 Plus. Но как баланс хорошего дизайна и начинки, это практически идеальный смартфон. Едем дальше. Лучший китаец в пределах 15000 Meizu M3 Note. Это прекрасный середняк с большим экраном, с хорошей автономностью, отличным дисплеем и металлическим корпусом. Следующий аппарат покрывает сразу две задачи. Цена в районе 10-12 тысяч и компактный размер. И это тоже Meizu M3s Mini. Для не самого лучшего железа смартфон очень быстрый. Здесь отличный сканер, стабильная ОС, ну и также металлический корпус. За эту цену можно рассматривать только аналоги от Xiaomi. Но вы и так понимаете, в чем тут подвох. В целом вопрос здесь не стоит остро. За такие деньги ничего кроме китайцев рассматривать в принципе не стоит. Galaxy A3, ну не смешите, не спите спокойно. Ну и последний важный момент для многих. Все аппараты, про которые мы сегодня говорили, поддерживают работу с двумя SIM. Но при этом имеют только один радиомодуль. Итого у нас есть три прекрасных смартфона из Поднебесной. Конечно и не идеальные. И прежде всего стоит опасаться подделок с одной стороны. С другой стороны серых аппаратов. Потому что тот же Meizu часто бывает бракованным. Именно поэтому лучше брать его официально. У OnePlus такой проблемы в кавычках нет. Поэтому здесь нужно подходить с умом и быть осторонным. На этом все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok